Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас я нахожусь на третьем этаже нашего огромного шестиярусного склада. Здесь у нас кузовные запчасти, коробки, моторы, очень много навесного оборудования, которое ждет вас именно в «АвтоСтронг-М». Спускаемся на второй этаж, где у нас обычно происходит съемка. Прямо сейчас встречайте популярнейший 1.6 MPI BSE. Восьмиклапанные моторы 1.6 MPI семейства EA113 производились с середины 90-х и аж до 2013 года. Их неоднократно модернизировали, чтобы они соответствовали строгим экологическим нормам. И прямо сейчас мы разберем поздний 1.6 MPI с индексом BSE. Очень популярный мотор, снятый с Seat Leon 2009 года. Его устанавливали более чем на двух десятков моделей VAG. На всех соплатформенниках Golf 5 и Golf 6 таких как Caddy, Jetta, Touran, Skoda Octavia A5, также Seat Altea Toledo. Также этот мотор можно встретить на Audi A3 и на Volkswagen Passat B6. Данный двигатель получил облегченную поршневую группу и лишился клапана EGR. В остальном это все тот же двигатель семейства EA113 с облегченным алюминиевым гильзованным блоком с ременным приводом ГРМ, с впускным коллектором пластиковым с изменяемой геометрией. А также на данном двигателе установлен насос подачи вторичного воздуха для ускоренного прогрева катализатора. Двигатель 1.6 MPI BSE долговечен и неубиваем. Но грехи у него все-таки имеются. Пожалуй, самый неприятный – это жор масла. Причем он встречается не на всех моторах BSE. А в целом этот мотор может пройти 500 тысяч километров и даже более. Достаточно распространенная проблема на двигателях 1.6 MPI BSE – это засорение сетки погружного бензонасоса. Тогда бензонасос не создает требуемого давления топлива при высоких нагрузках. То есть автомобиль нормально заводится, но при ускорениях газ в пол, либо же на высоких оборотах наблюдается провал. Обычно для решения такой проблемы достаточно просто заменить сетку. Также может выйти из строя сам бензонасос, либо же работать с перебоями. При этом двигатель может не запускаться, либо же глохнуть хаотично. Двигатель 1.6 MPI работает с подергиваниями на холостых оборотах. Это особенность данного двигателя, связанная с низкой скоростью холостого хода 640 оборотов в минуту. Обычно подергивания либо провалы начинаются при включении электропотребителей, также компрессора кондиционера, а также повороте руля. В данном случае нагрузку дает ГУР. А вот если потрякивание в работе двигателя совсем не устраивает владельцев и нет никаких признаков неисправности в системе зажигания, то тогда по рекомендации производителя можно увеличить обороты холостого хода до 730-750 оборотов в минуту. Это делается при помощи диагностического ПО. Впускного коллектора на данном двигателе не оказалось, но естественно на нашем огромном шестиярусном складе мы нашли подходящий впускной коллектор. Впускной коллектор на двигателе 1.6 BSE, как и у многих его родственников, пластиковый с изменяемой геометрией. Переключение между длинными и короткими каналами осуществляется с помощью барабана-золотника. На ранних версиях двигателя 1.6 MPI данный барабан является причиной стука и износа его направляющих колец. Кстати, про этот барабан и что там изнашивается вы можете посмотреть вот в этом видео про двигатель 1.6 AHL. А вот на поздних двигателях VAG с данным барабаном не случается никаких проблем. Чтобы разборка была более блестящей, мы решили пригласить еще одну светлую голову компании «АвтоСтронг». Итак, встречаем, Серега. Мы начинаем нашу разборочку. Дроссельная заслонка на двигателях 1.6 MPI надежная и проблем обычно не вызывает. Но может появиться ошибка, которая указывает на слабый сигнал с датчика положения заслонки. Всему виной вот этот разъем. Дело в том, что, как выяснилось, производитель сэкономил на пинах, но потом предложил доработанные позолоченные пины, которые надо менять проводами. Провода припаиваются к стандартному жгуту. Двигатель 1.6 BSE имеет старую проблему с растрескиванием выпускного коллектора. Этой проблемой страдают все восьмиклапанные двигатели VAG с конца 90-х годов. Обычно растрескивание происходит между третьим и четвертым цилиндрами. Заваривать смысла нет. Лучше, естественно, купить бэушный коллектор в «АвтоСтронг-М». На двигателях 1.6 MPI используется сдвоенная катушка зажигания. При больших пробегах и со временем ее корпус рассыхается и может треснуть. Это приведет к проблемам в системе зажигания. Поэтому, если проблемы в системе зажигания, то надо осмотреть корпус катушки. Может быть, потребуется замена. Если пренебрегать заменой свечей каждые 45-60 тысяч километров, то тогда нагрузка на катушку возрастает и катушка может выйти из строя преждевременно. Свечи второго и третьего цилиндра находятся под впускным коллектором, который мы вам недавно показывали. Но снять с них высоковольтные провода и достать свечи можно при помощи свечника с карданчиком. Также рекомендуется раз в пару лет осматривать высоковольтные провода и разъемы в катушке на наличие белого либо зеленого налета, который приводит к пропускам зажигания. На данном моторе используется зубчатый ремень ГРМ. Он приводит к помпу и распредвал. Менять его надо каждые 90 тысяч километров. Если ремень рвется, то поршни и клапаны обязательно встретятся. Пластиковая клапанная крышка установлена на вот такую резиновую прокладку, которая ходит примерно 120 тысяч километров. Затем она дубеет и начинает пропускать масло. Для замены этой прокладки надо снимать клапанную крышку, но перед этим надо снять впускной коллектор. Напомним, что практически все моторы, которые мы разбираем на видео, это моторы, которые не прошли строжайший контроль качества в компании «АвтоСтронг». Этот мотор реально погиб. Посмотрите на кулачки распредвала. Казалось бы, что это коррозия, но это частички закоксовавшегося масла. То есть все это выбрасывается. Обратите внимание, сколько данный мотор ел масла по вот этому обилию масла и сажи во впускном коллекторе. Напоминаем, что мотор 2009 года, несмотря на такой юный возраст, у него один распредвал, 8 клапанов, но правда гидрокомпенсаторы присутствуют. Форсунок на данном двигателе не оказалось, поэтому коротко. Форсунки на данном двигателе служат хорошо и долго. Но есть одна неприятность. Одна из форсунок может потерять герметичность по игле распылителя. При этом двигатель будет плохо заводиться после долгого простоя в жаркую погоду. Чтобы точно диагностировать слив топлива из рампы, надо проверить давление в топливной рампе после остановки двигателя. Давление в топливной рампе после остановки двигателя должно быть в районе 4 бар. Льющую форсунку можно определить с помощью эндоскопа. Льющая форсунка оставляет лужу топлива на поршне. Льющую форсунку можно просто взять и заменить. Как мы уже и говорили, данный мотор подъедал масло. Обратите внимание на вот этот свежий масляный налет на клапанах. В остальном с этой ГБЦ особо проблем никаких не случается. Блок у данного двигателя алюминиевый, открытая рубашка охлаждения, гильзы чугунные, присутствует хон и также присутствует нагар на донышках поршней. Добрая половина двигателей 1.6 БСЕ имеют неприятный расход масла. Литр на тысячу километров. Такой расход обычно происходит при пробеге в 150 тысяч километров. Но некоторые владельцы замечали, что расход масла на двигателе 1.6 БСЕ начинался с первых же километров. Данный двигатель не расходует масло практически при городской езде, но охотно лопает его на трассе. Дело в том, что этот двигатель работает в паре с короткой 5-ступенчатой коробкой передач. На трассе двигатель работает на повышенных оборотах. Маслосъемные кольца при высоте в 2 миллиметра не справляются со своей работой и двигатель начинает есть масло. Как правило, масложор появляется из-за закоксовывания и потери подвижности поршневых колец. На масложор, помимо того, что масло в поддоне убывает, указывает еще и масло в впускном коллекторе, как мы сегодня вам наглядно показали, а также появление нагара и свежего масла на свече четвертого цилиндра. Как правило, затягивает в первую очередь нагаром свечу именно четвертого цилиндра. Если жар масла только появился и не измеряется литрами, то тогда может помочь раскоксовка. А вот если начался конкретный масложор, то тогда надо снимать поршни и менять поршневые кольца. На практике цилиндры выработки и износа не имеют. Основной причиной закоксовывания поршневых колец называют некачественное масло и то масло, которое рекомендовал дилер. Также бытует мнение, что поршни двигателя 1.6 BSE оснащали бракованными поршневыми кольцами, которые изначально имели плохой преднатяг. Также жар масла был заметен у двигателей, в которых масло меняли реже 10 тысяч. Некоторые двигатели 1.6 BSE могут стучать поршнями на холодную. Стук производят юбки, которые барабанят о стенки цилиндров при перекладке в верхней мертвой точке. Владельцы могут не обращать внимание на этот звук, потому что он слышен только при открытом капоте, и двигатель должен работать на холодную. Часто этот звук путают со звуком стучащих гидрокомпенсаторов. Ни один мотор 1.6 BSE от этого стука серьезно не пострадал. Также стук поршней может быть вызван залегшими поршневыми кольцами. Ну а теперь расскажем о состоянии поршней. Несмотря на то, что масло в этом моторе ужасное и он его потреблял большими порциями, состояние шатунных и коренных вкладышей практически без износа. Естественно, залегшее закоксованное маслосъемное кольцо и компрессионные кольца подвижные. Ну и нагар на донышках поршней. Состояние коленвала визуально хорошее. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали очень надежный мотор Volkswagen, особенно на фоне всяких там TSI. Меняйте масло чаще и он вам прослужит больше 500 тысяч километров. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».